К 44-му году в подвалах Форт-Нокса скопилось больше половины мировых запасов золота и 44 страны согласились привязать свои деньги к доллару. А доллар к золоту по курсу 35 за тройскую ульцию. Это 31 грамм с небольшим. США сказали, у нас есть золото, доллар обеспечивается золотом и обменивается на золото, поэтому вместо того, чтобы владеть своими собственными золотыми запасами, владейте долларами. Но мы первыми же и нарушили эту сделку, потому что печатали в разы больше долларов, чем обеспечивалось золотом. В послевоенной Америке с трибун звучали лозунги «Мы будем богаты», налоги снижались, банкиры щедро раздавали кредиты населению и производством, чья продукция шла по всему миру. Дома с новейшей бытовой техникой, личный автомобиль, путешествия, развлечения – все, что раньше было доступно избранным, стало нормой растущего среднего класса. Но Форт-Нокс оставался неприступным для иностранных наблюдателей. И кто знает, сколько держался бы доллар за счет золота, которого никто не видит, если бы не президент Деголь. При нем Франция, а экономика росла, накопила несколько миллиардов долларов резервов. И в 1965-м Деголь предъявил их к обмену на золото по те самые 35 за унцию. Недружественный шаг прозвучал из Вашингтона, но из Франции уже были выведены базы НАТО, а к американским берегам пришли два судна, забитые долларами под завязку. Следом за слитками поспешила Германия, затем Япония, Канада. И в 1971-м, посчитав свои запасы критичными, Соединенные Штаты объявили – обменный пункт закрыт. Золото было свергнуто с пьедестала, остался один американский доллар. Возникла уникальная ситуация. Хозяева денег, хозяева печатного станка ФРС фактически могли делать деньги из воздуха. Бешеный эмиссионный доход – 98 центов с каждого доллара, имитированного этим печатным станком. У финансистов есть понятие «инерсия мышления», когда тяжело отказаться от чего-то до этого стабильно работавшего. К тому же доллары составляли основу резервов многих стран. В конце 70-х был, правда, случай, когда кредиторы проигнорировали облигации в долларах, и американцам, чтобы занять, пришлось выпускать бумаги в швейцарских франках. Но к тому моменту США на Ближнем Востоке уже сыграли многоходовую партию в арабо-израильском конфликте, после чего нефть по всему миру стали продавать за доллары. Впрочем, не нефть, оружие стало главной поддержкой американской валюты. С 45-го года вторжение в 100 с лишним стран, чтобы доказать собственную силу. Мы привыкли к этой ауре силы. У нас большие армия и флот, но то же самое было и в Советском Союзе. А между тем, за железным занавесом был упадок экономики, и страна зависела от дешевого американского зерна. И эта экономика пала. И я думаю, то же самое будет с экономикой США. С конца прошлого века американские товары сдают позиции не только на мировых рынках, но и внутри страны. Легкая промышленность, бытовая техника, машиностроение отчасти уже вытеснены Китаем, Южной Кореей, Японией. Рынок труда перекроен. Как самый яркий пример обанкротившийся Детройт, бывшая столица автомобилестроения, один из самых богатых городов Америки 60-х, не пережил перенос основного производства туда, где рабочая сила дешевле. Таких мест в Соединенных Штатах депрессивных много. И я думаю, что, учитывая тенденции в развитии мировой индустрии, они не восстановятся. Если Трамп говорит, что мы вернем рабочие места в Америку, сделаем Америку вновь великой, у него был такой лозунг, я думаю, что в некоторых вопросах поезд ушел окончательно. По итогам этого года американская экономика вырастет на пару процентов, зато на фондовом рынке плюс 15. Бумаги резко опережают реальное производство, а это, говорят эксперты, предвестник нового кризиса. Даже называют год. 19-20. И не факт, что налоговая реформа, затеянная Трампом, ситуацию не усугубит. Из-за снижения ставок налогов, а в этом суть, сократятся поступления в бюджет. Расчет на бурный рост экономики, на новые доходы, но если расчет не верен, опять печатный станок? Мы печатаем эти доллары, и в случае кризиса просто печатаем их больше. Но проблема в том, что на каком-то этапе начинается зона риска массовой инфляции, и утраты доверия к доллару, и деньги теряют свою стоимость. Доверие к валюте утрачивается очень быстро и внезапно. Сейчас Китай и Россия скупают золото. Россия утроила свой золотой запас за последнее время, чтобы меньше зависеть от доллара. Потому что США используют печатный станок чаще, чем можно. Иран торгует нефтью за евро, Китай готовится к торговле за юани с участием золота. В Еврозе с расчетами американской валюты снижаются, и в формате БРИКС по инициативе России ей ищут альтернативу. А все вместе это подталкивает экспертов к прогнозам. Век доллара на исходе. Мы увидим возможного, а может быть он будет и не один, преемника доллара где-то в районе 20-х-22-х годов. Пока же можно только строить смутные догадки, но имеющихся данных явно недостаточно для того, чтобы эти догадки превратились в обоснованные гипотезы. Это не значит, что доллар куда-то исчезнет. Он так и будет валютой США, и наверняка игроком в мировых финансах. Но играть придется по новым правилам, в которых он уже не главный.